Ребята, всем добрый день, с вами Полина и игра вам по Demasquerade Bloodlines. Да, я продолжаю её проходить на Enola и Sleeping Dogs, я пока забила. Вот, ну, как, наверное, всем уже известно, что всегда в планах много чего, да, сделать, а ни времени, ни, там, условий, да, ну, в моём случае местного жесткого диска, вот такого, к сожалению, нет. Вот, и приходится крутиться как-нибудь, но надеюсь, что я с красотой игрой таки разберусь, вот, и уже приступлю к полному прохождению, ну, точнее, полностью себя посвящу лишь или Enola, или спящим псам. Ну, а с другой стороны, в Enola я там застряла, как я вам и говорила, в моём единственном пока по ней видео. Вот, ну что же, ладно, посмотрим, как там будут дальше события развиваться, быть, может, мне удастся понять, куда мне там нужно идти, потому что, не знаю, я и прохождение искала на YouTube, и просто прохождение текста выискала, к сожалению, да хоть даже на английском языке, да, ничего нигде не нашла. Итак, я сохранилась там же, где мы были в прошлый раз, то есть мы только что вышли от Айзека Абрамса. Теперь, наверное, ребят, давайте, знаете, что сделаем? Вот, сходим в ещё один ночной клуб, да. Мы бы могли сейчас пойти там сюжетную миссию выполнять и бла-бла-бла. Только вот мне пока не до неё, честно говоря, потому что я знаю, что там будет, и я не хочу туда идти, вообще не хочу. Так, ребят, наверное, через эти двери мы заходить не будем, наверное, в клуб, потому что там, скорее всего, стоит охотник на дверях. Охотник мне пока не нужен, не хочу я с ними лицом к лицу встречаться. О, как раз про нас написано. Носферату, мастера выживания. Мало кто из существ, как живых, так и мёртвых, так хорошо ориентируется в тёмных городских закоулках. Блин. В тёмных городских закоулках, как Носферату. Слушайте, ну это не про меня, чтобы я ориентировалась в тёмных городских закоулках. Кроме того, Носферату отлично владеет навыками скрытности и подслушивания, и они всегда осведомлены о текущих событиях и слухах, не просто из любопытства, бла-бла-бла. Видимо, потому что им так надо. Эй, смотрите все, сейчас буду петь. Блин, новые люди. Эй, у нас здесь новые люди, вообще-то. Новые скины. А где тот самый охотник? Ага, вон он там. Ага, стоит, тусуется. Везде змей, как вы можете это заметить уже, ребят. Везде змей. Меня почему-то никто не боится. Эш, эш в компании поклонится. Давайте пообщаемся. Что, ты не хочешь мне сказать? Ты эш? Ты чё такой наглый, грубый, блин? Рада познакомиться? У тебя клыки, чувак, у тебя клыки! В чём проблема? И чё? Мне не нравятся твои отношения. Слушайте, ну он просто вообще не многословный. Я в шоке. Вот как общаться с человеком, который не многословный, который не хочет разговаривать? Я не знаю. Слушай, окажешь мне уважение, или я покажу тебе твои кишки. Что у меня там с запугиванием? Ну, в принципе, да. На нём это может работать. Ага, так и первый вариант тоже. Давайте второй вариант. Слушай, окажешь мне уважение, или я покажу тебе твои кишки. Офигеть, его ничто не проймёт. Я в шоке. Что-то не так? И в чём твоя проблема? Ну, вперёд. Тебя кто-то держит? Запомни, трусы никогда не выигрывают. Ты всегда успеешь покончить с жизнью. Что за бред, ты говоришь? И как ты собираешься сделать это? Да. Но у чёрного входа нет. Я немного не понимаю, почему тогда, почему быть тогда охотником, да, раз уж они его поджидают и у чёрного входа, и у главного, и так далее. Почему бы им тогда просто не взять и прям сейчас... Ну, они же наверняка знают, где он, да? То есть клуб здесь не такой уж и большой. Вот, они запросто могут... Блин, песня классная. Они запросто могут пойти и наброситься на него, и все вместе растерзать. В чём тогда загвоздка, в чём проблема, я не понимаю немножко. Возможно, я могу тебе... Вот, давайте, значит, Айзека спросим. И тебя не волнует, что подумает Айзек? Ха, то есть для тебя это хорошее, да? Ты не любишь Айзека? Например? Блин, у него борода синяя! Точнее, Бакенбард. Офигеть, что ты сказал? Ага. И брови тоже, мне кажется, отливают синим, нет? Или мне кажется, быть может, просто свет так падает? Ладно. Что плохого в том, чтобы не высовываться? Ну смотри, ты можешь... Я не знаю, снимать сам фильмы, свою компанию там, да, ну... Собрать там, да, я не знаю, которые будут снимать фильмы. И сниматься там в ней, вот как раз в сумерке 100500-ый, там, я не знаю, эпизод, фильм, или как это правильно назвать, отснимешь. А что такого? Как раз вампиры живые, а не то, что там, актеришки. Так. Быть сородичем классно. Сила, вечная жизнь. Спишь весь день. Ну, тоже верно. Ой, да ладно тебе. Захочешь, всего можешь добиться. Ты чего такой, а? Ой, так, возможно, я могу помочь тебе. Нет. Ага. Я уже с ним поговорила об Айзеке, и теперь я буду спрашивать, знает ли он Айзека, да? Давайте скажем нет. Денюшки, денюшки, или опыт. Я помогаю окружающим, если могу. А тебе нужна помощь. А можно найти кого-то похожего на тебя и обменяться с ним одеждой? Ну, какая разница, откуда я взяла эту идею? Скажи же, она неплохая. Среди охотников. Вы решили помочь Айзеку уйти от охотников. Теперь надо найти кого-нибудь похожего на Айзеке. И уговорить его поменяться с Айзекем одеждой. Я вернусь, когда найду кого-нибудь. Нет, да? Не могу я выброситься. Очень жаль. Ну, ладно. Блин, тут такие песни классные в этой игре. А да, там у туалета, ребят, если кто не знал. Ну, вот, собственно, по одной кабиночке. Еще даже меньше, чем у Вельвет в клубе. Не-не-не-не-не-не-не. Что? Что значит you? Ты меня узнала? Имеет значение то, что внутри. Во мне желто-коричневая жидкость. Да и не про то внутри говорят обычно. Ладно, давайте пообщаемся с этим парнем. Эйкс. Да. Слушайте, у них даже на шее цепочка одинаковая. Мы сейчас готовим новое телешоу, в котором людям предлагают деньги, чтобы те делали всякие дикие вещи. Да. Просто обменяйся одеждой с одной... с одним из конкурентов двойников знаменитостей. Фу, блин, чувак. У тебя какие-то мрачные мысли, нет? Кстати, попрошу заметить, что вот это вот... То, что попросили его сделать, то, что он сделает, это ему будет стоить жизни. Поэтому лучше бы, возможно, он съел тарантула или засунул червяка в нос, чем произойдет то, что произойдет. Вот, итак, иди в туалет и обменяйся одеждой с нашей знаменитостью Эшем. Он тебе заплатит. О, да, он тебе заплатит. Ну, давай, иди, в чем твоя проблема, парень. Иди же. Иди, иди, в туалет иди. Во. Так. И? И где он? Стоим-ка, мы ждем, переодевайся, тебе сказано, ну. Эш. А, да. Я просто все позабывала, ребят, извините. Я думала почему-то, что тот парень должен каким-либо образом сам переодеться. Ага, иди в мужской туалет. Там стоит парень. Обменяйся с ним одеждой. Ага, спасибо. Мы успешно обдурили охотников благодаря тому, что Эш поменялся одеждой с каким-то бедолагой. Действительно бедолага. Не благодари. Теперь на выход, ребят. Блин! Ай. Весь просто ролик нафиг к чертям собачьим. А теперь давайте, знаете что? Кстати, Эш еще можно было спасти немножко по-другому. Если вдруг не получился бы... Не сработал тот план А, да. Всегда есть план Б, ребят. И наш план Б заключался бы в том, что... Ах ты ж, факин шип! Блин, как она меня нашугала! Ё-моё! Тьфу-тьфу-тьфу! Жесть! Надеюсь, она осталась там, в тени, навсегда. Блин! А теперь давайте попрямся к Эшу снова. Пипец! Как? Почему? У меня же одно лишь нарушение маскарада. За что мне все это? По идее, сейчас нам видеоролик должны показать. Ну, это по идее. Как оно будет? Ой, ну, ребят, к несчастью. Давайте тогда заберем все, что плохо лежит, да? Не, ну а что? А что в этом плохо лежать? Если есть и мы, которые всегда можем перебрать все к рукам. Ну, вы сами видите, что здесь что-то было. Чуть было не было. Но почему-то... Почему-то нам чего не показали. Так, этого парня больше нет. Но могу лишь одно, ребят, сказать, что... Давай, иди, иди сюда. Ой, ладно. Хотела бы встретить Эси Томэш, но, к сожалению, меня не пускают. Что сказать-то хотела. Видеоролик должны были показать, в котором, собственно, нам... Мы бы увидели, как погибает тот самый, типа, двойник Эша. Давайте сейчас сходим к Айзеку и расскажем ему о том, что произошло с его детищем. Ребят, еще кое-что. Так вот, насчет плана Б. Был всегда план Б здесь. Он заключался в том, что мы... Мы бы помогли бежать куда-то Эшу через канализацию полную охотников. Правда, куда он побежал бы, для меня остается загадкой. Вот. Ну, так или иначе, раскрою вам небольшую тайну. Охотники его отловили. Вот. Как бы он ни скрывался, как бы он ни старался, ничего не получилось у него. Но, с другой стороны, он вполне себе может всегда одевать линзы, даже не снимать их никогда. И просто говорить, сменить имя, фамилию и говорить всем, что он двойник Эша. Эй, чуваки, привет, а вы знаете, кто я? Нет, вы даже не догадываетесь, черт побери, я двойник Эша. Блин, да я не о том с тобой хочу поболтать. У меня пара вопросов, парень. Расскажи мне о себе, правда, зачем мне это? Я, вообще-то, хотела поговорить о Бэши. Ну, не знаю, что-то, я не помню, чтобы я его видела. А я могу сыграть в кино? Ну, Эш, по-моему, так не думает, да? Кто из тех, с кем ты работал, произвел на тебя самое большое впечатление? Вау, Хичкок. Эш. Вот оно. А Богорд это Эш? Или как? Кости из будущего, полицейский эсел. Эш. Пепел. Продолжай, конечно. Ну, видимо, изменил у этого парня. Только что нам сказали, что Эш дитя Айзека. Теперь понятно, про какие изменения он говорит. О-о-о, вот оно что. Так вот, что Эш называл жизнью, да? Ясно. Ну, как обычно. О чем ты думал? Ты хоть подумал о посредствиях? Да, понятно, да, что надо было что-то делать, и он сделал. Причем предотвратить, скорее всего, навсегда, да? Потому как он будет жить вечно. Что же было дальше? Он ненавидит тебя? Походу, что он ненавидит. Где могу найти Эш? Может, как-нибудь загляну туда? Хочу спросить. Вот еще читал. Блин, ребят. Вообще-то, по идее, по-моему, она должна была сказать, что за Эш им охота, собственно, ведется. Но почему ты этого не сказала? Ладно, давайте скажем. Вау! Это не ты продюсировал? Продюсировал обезьянь и бега два или братана призрака. Мне индика понравились. Я делаю экземплари, а не экскрементальные фильмы. А-а-а! Вот как? Хочу спросить его, да еще что? Пока. Может быть, сейчас? Нет, не сейчас. Ну, ладно, ребят. Не хочет он говорить, как хочет. Может быть, надо было еще порасспрашивать Анасферату, тогда, быть может, он раскололся бы. Ну, ладно, не беда. Я вот тут думаю, может быть, в следующем видеоролике уже, наконец, поехать. Ну, Анасферату, да, по сюжетной эмиссии, быть может, пойти. Или не стоит пока этого делать. Что-то я как-то... Ой, даже не знаю, честно говоря, что я делась. Ладно, ребята, я еще подумала на досуге, теперь мне пора прощаться с вами. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Извините меня, что я была, ну, не знаю, не многословной, или наоборот, слишком много болтала, или у меня язык заплетался. Просто я не спала сутки, я немножко хочу спать. Вот, поэтому я чувствую себя уставшей, и поэтому у меня, скорее всего, заплетается язык. Вот, надеюсь, что вы не обессудите, поймете мое положение, и, в общем, не знаю, не будете строго судить. Вот, в общем, оставляйте комментарии, ставьте лайки или неслайки. Ребята, до скорой встречи в следующих видеороликах, связанных с этой игрой. Вот, всем, ребят, пока и удачи вам. Всего доброго.